Ну а теперь хочу сказать пару слов о продуктах питания. Начну я с того, что на начальном этапе человек находится на всеедении. Начну я с белковых продуктов, а именно мяса, молока, рыбы и яиц. Значит, мясо, как известно, увольная пища. Лично я ее считаю, это лично мое мнение. Я никому его, опять-таки, не навязываю. Мясо, это для хищников. Хищники, то есть сам процесс хищничества, охоты, это когда хищник, то есть дикое животное, выслеживает, догоняет, забивает, ну и, соответственно, разгрызает, подобные вещи происходят. Человек должен, который считает себя хищником, сам вырастет, забить, приготовить, соответственно, это будет мясо. Все остальное, что мы покупаем в магазинах, это не мясо. Это уже, может быть, и грубо, но это правда, это уже как бы мертвичина, это инопады. Таким образом, не отношусь к этому продукту. То есть, несвежий продукт, прошедший соответствующую обработку, хранящийся в морозильных камерах, не может называться свежим продуктом. Это уже... Таким питаться не стоит. Дальше. Существует поверье в ведической культуре, в индийской, ну и в Старославянске, что за смерть живого существа несут ответственность 6 человек. Во-первых, тот, который убивает животное, тот, который помогает этому процессу, тот, который производит разделку, Тот, который производит, ну, соответственно, покупает, готовит и употребляет эту пищу. За такие действия человек будет нести ответственность после ухода из этой жизни. Вы можете в это верить, можете нет, так или иначе, это вполне может происходить. Есть такие люди, которые обладают внутренним видением, и они, соответственно, рассказывают о том, что в момент смерти животного, если они при этом присутствуют, они видят, как дух умершего животного выходит из тела, и наблюдают за тем, как, соответственно, его тело разрывает, так сказать, на части. И в этот момент это животное проклинает своего убийцу. Ну, это, конечно, сложно поверить, человек обычно не был такими способностями, тем не менее, это важно знать. Дальше хотелось бы сказать по поводу молока. Допустим, в Индии корова считается священным животным, и молоко считается благостным продуктом. Но, соответственно, молоко из-под коровы я согласен. Соответственно, в Индии молоко считается благостным продуктом, и если молоко из-под коровы, то его пить можно. Но если молоко на молочной ферме, я считаю, что по некоторым данным, корова для того, чтобы производить круглый год молоко, должна быть постоянно находиться на стадии беременности, либо, как минимум, уже отелившаяся, чтобы молоко вырабатывалось. Это, во-первых, для того, чтобы оно было постоянно на стадии беременности, то есть ей вводят специальные гормоны, там, подобные вещества, чтобы повысить выработку молока. Соответственно, тоже вводятся различные вещества. И когда теленок рождается, его отрывают от вымени, соответственно, он не находится в одном столе с коровой. Вот. И в этот момент коровы, когда от него отрывают теленка, испытывают ужасные муги, то есть, ну, это можно элементарно каким-то образом представить, как матери забрать ребенка, и животное тоже это все чувствует. Соответственно, я молоко не употребляю, хотя я его очень люблю, но если было бы домашнее, я бы еще больше всегда об этом подумал, как подходить или не подходить, но тем, у кого есть возможность купить домашнее молоко, я рекомендую все-таки его покупать. Но, опять-таки, это дело каждого. Дальше по поводу рыбы. Рыба тоже белок животного происхождения, рыба сама животное хоть и ниже, чем некопитающее, но она тоже имеет какие-то определенные чувства, если об этом говорить. Соответственно, рыба есть тоже, не рекомендуется. Яйца вообще можно считать куриным абортным материалом, то есть, яйца предназначена для того, чтобы из него появился цыпленок. Когда курс, так сказать, всиживает яйцо, неоплодотворенное, то выходит, что жизнь не появляется. Таким образом, рыба, мясо, яйца являются для венганов нежелательным продуктом. Дальше идем по другим питаниям. Допустим, взять напитки. Хочу сказать пару слов о кофе и чаях. Чай производится в более теплых странах. Индия, Сейлон, это листочки чайного дерева, все остальное нельзя считать чаяным. В чайе, натуральном, черном чае, содержится кофеина больше, чем в натуральном кофе. Соответственно, это является гораздо более тонизирующим напитком, чем кофе. Пить его нужно в уменьшенных количествах. Если я выпил, допустим, утром небольшую чашечку, это вполне достаточно на весь день. Если выпьешь к вечеру, то оно в зависимости от состояния здоровья человека ночь может либо крепко быть, либо может быть расстройство сна. Кофе является таким напитком, который вызывает привыкание гораздо сильнее, чем чай. По моим наблюдениям, человеку гораздо сложнее отказаться от кофе, хотя я сам кофе никогда не делал. Такие наблюдения у меня есть. Дальше хочется сказать овощи, фрукты здесь. Некоторые рекомендуют употреблять те овощи, фрукты, которые растут в нашей полосе, то есть там, где родился, то и кушаешь, но и соблюдать сезонность по возможности. Фрукты импортные одни рекомендуют, другие не рекомендуют. Вот, употреблять, допустим, в зимнее время, ну, это опять-таки по состоянию человека, как он себя чувствует, и смотря в каком количестве. Дальше хочется сказать о таких продуктах, как крупы. В русской традиции, славянской, входит такая поговорка, как щида каша, пища наша. Она актуальна и сейчас. Также всем известна русская народная сказка «Кощей бессмертный». Кощей, то есть пидающийся кашей и щами, и «бессмертный» через «зе». Но у нас это переделали, и получилось «бессмертный». Так вот, Кощей бессмертный питался кашей и щами, а его смерть находилась в яйце, в утке, там, в рыбе, ну, то есть, в принципе, во всем том, что содержит белковые продукты. Таким образом, русская народная, так сказать, мудрость пронесла в века эти традиции и эти советы, как правильно питаться, и как чувствовать себя здоровым. И, так сказать, не зря на земле русской были богатыри, вот, и защищали нашу землю от различного рода захватчиков. Дальше хочется рассказать, поднялись, так сказать, своими наблюдениями, своим опытом небольшой работы в торговле, по поводу других напитков, таких, как сладкие напитки, то есть, не минеральные, а именно сладкие напитки. Хочу сказать следующее, они вызывают повышенную жажду, сразу, как выпишь, содержание сахара в этих напитках вызывает жажду, то есть, хочется пить опять. Вот. Недавно слышал рекламу по радио эководка. То есть, она может быть и производится по каким-то эко-технологиям, но что такое экология? Сегодня мы находимся на международной выставке по энергоэффективности экологии. Что такое экология? Экология — это наука, изучающая взаимосвязь между живой и неживой природой и влияние на эти связи человеческой деятельности. То есть, по сути, эководка, она напрямую не влияет на эти связи, но выпивший человек может надворить больших бед, которые будут влиять на взаимосвязи между живой и неживой природой. Соответственно, эководка — это всего лишь реклама, бренд, и не покупайтесь на эту дешевку. Ни в коем случае. Вот, ну, а сейчас хочется дать вам возможность задать ваши вопросы. Тушим. Значит, есть вопрос. Вот если человек всю жизнь не ел всякую гадость, пил всякие вот эти напитки, ту же эководку, то если он сейчас начнет исправлять здоровье путем какого-то голодания, как вы сказали, то как это отразится на его состоянии и не станет ли ему хуже в принципе? Спасибо большое за вопрос. Во-первых, надо, чтобы человек осознал необходимость изменения своего образа жизни. Это первый этап, он очень важен, поскольку все изменения происходят у нас именно на ментальном уровне, то есть наши мысли, эмоции, вслед за которыми и происходят изменения в нашем организме. То есть как мы себя настраиваем, такие изменения происходят. И следующим этапом постепенно, в течение нескольких месяцев настраивание себя и какие-то конкретные действия, то есть в зависимости от того, какое состояние человека, то есть вес, рост, возраст, какие у него возможности, сила воли в частности, то есть без особого принуждения уменьшать норму потребления тех продуктов, которыми он питался ранее и постепенно снижая эту норму, организм сам будет. адаптироваться к тем продуктам, которым он будет заменять одни продукты другими. То есть, допустим, если это было мясо, рыба, яйца, можно их заменять кашами, такими продуктами, которые не содержат именно белки животного происхождения. В дальнейшем кашу можно будет переводить постепенно на сырую пищу, но опять-таки в зависимости от состояния вашего желудочно-кишечного тракта, пока не появится новая благостная микрофлора. Да, я вас слушаю. А врачи, вот почему об этом молчат и ничего не говорят? Знают ли они вообще об этом? Ну, об этих всех вещах? Ну, во-первых, существует такая новка, как диетология, и существуют такие врачи, как диетологи. Одни говорят, одни советуют определенную диету, но опять-таки, я общался с людьми, одному человеку, больному с сахарным диабетом, порекомендовали есть мясо. А они не взяли с мясом диабетом? Как это влияет на диабет? Я не думаю, что мясо способствует излечению сахарного диабета. По крайней мере, мясо давно, уже еще в 70-х годах. Всемирная организация здравоохранения признана главной конциэрогеном, и она как бы не рекомендуется для употребления в принципе, но поскольку у нас существует такое понятие, как экономика, и животноводство является одной из ведущих отраслей, которая наполняет бюджеты стран отменять, либо уменьшать. Животноводство никому, естественно, не выгодно, люди пока еще сами не готовы от него отказаться, как говорится, есть. Спрос будет и предложение. То есть менять это положение надо изнутри, с самых низов, с самых верхов ничего нет не получится.